Наталья, добрый вечер! Виктор, добрый вечер! Надежда Ильжевская, приветствую тоже! Валентин Хурган, добрый вечер! Это у вас там началось, по-моему, кажется, все сгорит. Интересно, что вот это вот самое явление, да? Как вот я увидел вас, сразу вспомнил. Вот, понимаете, я не могу понять, что вы творите. Что вы творите? Вот. Сейчас объясню. Ну, почему нельзя это было в школе, чтобы уже берегли каждое дерево на планете? Посмотрите сюда, вот сюда. Итак, если здесь есть дерево, вот такое, но это одно, может быть, последнее дерево на целую какую-нибудь Курганскую область, да? Ну, не одно, но мало таких. Вот здесь, как я понимаю, меня никто не учил. Я не знаю, что такое почвоведение, я не знаю, что такое гидроведение. Я когда был, извините, о каком плане разговаривался. Итак, меня прогоняют с трибуны. Четыре раза отключают микрофон и говорят, ваше время есть стихот. Четыре раза перебивали, специально перебивали. Ведь я же, вот, чтобы вот этого подлости не было, я предлагал, я бы успел произнести слово «цензура». Чтобы вот эту дури запретить. Вот эту вот, вот эту вот. Понимаете? И вот тогда, когда был перерыв, подходит ко мне и чуть ли не по плечу похлопал, такой очень преследнее, и сказал, я запомнил это. Я из Воронежского какого-то университета, какой-то, я сейчас не знаю. Но, наверное, близко к садоводству. Почему? Потому что там есть же этот самый, очень крупный центр-то был в этом, в этом, в этом, в этом. Ну, вот видите, всё, память отказывает. Там, где Сычёвов Александр Иванович, он же крупнейший специалист, в том числе и по абрикосам. Это всё, память отказала. Но Воронежская область. А Воронеж же, и вот он меня говорит. А вы? Ну, он, наверное, по фамилии, по имени, всё не назвал, скорее всего. Просто подошёл так. А вы не читали мой труд? Это всё, что я запомнил. Вы не читали мой труд по, это самое, по гидро, 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 гидро. А, мою книгу. И там было слово гидро, а и дальше почва, что-то такое. Я говорю, нет, не читал. Я вам пришлю. И меня вот это убило. Думаю, неужели он знает, что я железом? А может быть, как тот шофёр, который говорил, помните, Остапу Бендеру. Я, кстати, сейчас меня многие считают Остапом Бендером, современным. Вот, в хорошем смысле. Далеко был не дурак. Так вот, значит, как тот шофёр говорил, требовал обязательно приезжать, обязательно я с мамой познакомлю, всё, только адрес не оставил. Вот так же. Ничего мне не прислал, наверняка про меня ничего не знаю. Ну вот подошёл ко мне, прощувствовался, видя, как меня выгнали с этого, с трибуны. И заявил, значит, не читали мою книгу. Я вам пришлю. Всё. Вот на этом, чтобы якобы существует какая-то книга, мои познания закончились. Как я понимаю, я железом. Не генетика, а здесь генетика уже ни при чём. Я смотрел сотни фотографий почвы в разрезе. Я вам показывал. Вы тоже, благодаря мне, сотни, а так как годы прошли тысячи людей, увидели, как устроена почва. Вот скиньте мне хотя бы на одну бутылку коньяков, потому что я это заслужил. Сколько раскрыло. А теперь я продолжаю, зная, что делается под землёй. Я продолжаю. Итак, здесь когда-то расти деревья. Таких с фотографий миллиона. Вы знаете, человек, миллион? Заверните в это, наберите, как я набрал в Яндексе, и вы видите. И там сейчас есть какое-то количество воды. Но нет деревьев, которые эту воду отправляют в атмосферу. Существует за миллионы лет, организовалось определённо, с ошибками. Наводнения были всегда, потопы были всегда, засухи были всегда. Сколько я себя помню, засухи были. Только не в таком количестве, и так не горело. А что произошло в последнее время? Спусковой крючок. Там, под землёй, определённое количество воды. Она была... Дожди, всё нормально, всё идёт путём. Она должна была сто лет назад, двадцать лет назад, тысячу лет назад и миллион лет назад деревья должны были испарять. И в виде насосов, корни это насосы. Я так понимаю. Извините, я не кинетик. Привет, Тимирезисы. Вот. Она должна была испарять её небо. Там они собираются, тучи, циклоны, эти циклоны. Помните, даже схемы были, не мои схемы, а их специальные. Только там забывали, на этих схемах круговорот воды пройдёт, забывали деревья нарисовать. Вот что, подлая вещь. Потому что такие же недоумки, как эти. Как те, кто вырубил лес. Такие же недоумки и в науке есть. И вот она должна была куда-то уходить и где-то выливаться. И за миллионы лет сложилась определённая система. Это степь, там не хватает влаги. Это густые дубравные листва. Это Чехов Антон Павлович, который написал, что западно-сибирская низменность, там чахлый лес, там близкие грунтовые воды. А вот восточная Сибирь, мощный корабельный лес такой, это красота, энергетика. Почитайте Чехова «Путешествие на Соколин». Точно назвали, не помню. Это складывалось миллионами лет. И когда случались молнии, они, старые леса, которые становились уже чахлыми, как сказать, такими, ну уже больными, назовём их ещё пожароопасными, молния ударяла в дерево, и гектары, сотни, даже, может, миллионы гектаров сгорали. Появился новый лес. Прошли дожди, и появляется новый лес. Вот это был определённый миллионный лет. И вот мешался человек. И на миллионах гектаров он лес извёл. Теперь там прошёл дождь. Он должен был лес испарить. А он не испарил. Прошёл другой дождь. Он был бы элементарный дождь, но он уже запил город. А что такое современный город? Это всегда забитые ливнёки 100%. Это всё разворованное, всё это, как оно называется? Если бы кто-то когда-то однажды был... Вы знаете, что самые богатые люди — это те, кто жеками команды. Этими самыми. Знаете, почему? Жилищно-коммунальным этим. Мы от четверти до половины, большинство из нас, своих денег, пенсии, небольших зарплат, им отдаём. Даже не этим олигархам. Не все же мы работаем в металлургии или там в этом. Уголь добываем. Им отдаём. Всё это выкачивается, всё за границу уходит. А ливнёвки кто будет чистить? А потом... Леса нет. Выпал очередной дождь. А предыдущий-то дождь уже не на небе. Насосов нет. Ни один насос, ни два. А потом где-то с какого-то двора, вот такой насосишка, рядом стоит сотрудник МЧС, с какого-то двора выкачивает со скоростью там... Пять кубов в минуту, или там даже полчаса. А миллиарды деревьев уничтожены. И когда попадает следующий дождь, а это что, в школе нельзя было пройти? Или это за умные вещи, говорю? Просто так, по такому углу, никто никогда не думал. И правительство не думало. Они просто этого не знают. У нас же как, с сапожником затощат эти пироги, печёт. Вы же понимаете, о чём речь идёт. И когда следующий дождь падает, он погнал через город. Крым — сотни трупов. Тулун — сотни трупов. Вот так вот. А в другом-то месте что получается? А в другом месте почему пустыня? А потому что там тот дождь выпасть-то и не мог. Потому что насосов нет, деревьев нет, которые отнесут к чёртовой матери за тысячи километров. И там выпадет благодатный дождь. И там, пока лес не постареет, никогда не будет пожара. Потом пожар будет уже природный, от молнии. Но потом, вот всё, что у меня наболело, вот всё, что я и сказал. А ведь это должны студенты каждый. Так. Если бы ещё заменили лес на сады. Ага, сейчас. Сады выросли-то мы как раз и не можем. А знаете, только у нас есть, знаете, тысячи брошенных дач. Стоило людям перестать ухаживать. Толпы идут, и в этих самых заброшенных садов тащат, так сказать, малину, смородину, яблоки, груши, абрикосы. Но это там, где уже никто не мешает их и уничтожает сады. Вот они. Фу. Ладно. Наболело? Извините, некогда было включать компьютер. Вы шучу, а то ещё обидитесь. Поехали. Что-то нас даже прибавляется. Это... Почему я завёлся? Потому что вот южная сторона, нет, западная сторона, загорелась, хоть теперь уже Урал. Ну, разве можно, чтобы горели миллионы деревьев, погибали миллионы птиц, миллионы животных, всё погибало, всё вымирало. Ой, что творится? А если не остановится? Так. Не надо было со мной здороваться. Кургану. Где-то я сбился. Курган, Кострома, Казахстан. А, Леонид, привет. Я к вам услышу с особым почтением. Вот. Вы вступили в бой. Опять 35. Это сейчас по всей, это уже не только у вас. Опять 35. Пожары, 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 пожары. Всё. Дожили. Доигрались. Почва не покрыта лесами. Что же вы хотите? Испарение. А, всё, ладно, не буду про теорию. Привет, брат. Привет. Палетин Шелепов. 36. Ё. Селябин, 34. Ё. Мне, чтобы материться, остается только. Наташа. Здравствуйте, Валерий Константинович. Подскажите, где на вашем сайте можно найти свежее видео в саду Чернобаева, о котором вы говорили на прошлом вебинаре. Я, к сожалению, не нашла. Сад Чернобаева. Так. Ну, во-первых, напишите мне письмо, я вышлю ссылку. Раз. Для всех остальных я говорю. Вот это мой канал. Вот он. Называется Садоводство по железу. Набирайте Садоводство по железу. Вот. Вот здесь вот. Сюда только придется назад смотреть. Вот. Это все еще вебинар разбитый на кусочки. Так надо. Тема разная. Видите? И еще дальше вот тут воспроизведите все. И вот тут вы где воспроизведите все. вот тут вот вот здесь справа. Вы найдете. Не скажу, что это так легко будет. Помочь вам найти. Сейчас. Сейчас. Вот он. Видите, как просто. прогулки по саду дублера серебра уже. Может быть, вы в Яндексе как он называется? В Ютубе так и наберете прогулки по саду или вот сюда зайдете. Но тогда надо будет вот сюда подписаться. Вот сюда. Вот тут леточки. Все. Я фактически на ваш вопрос ответил как мог. Так. Идем дальше. Уважаемые садоводы, у кого есть возможность поделиться косточками сувенирова Востока? В этом году я впервые за 20 лет не делюсь косточками сувенирова Востока. Вот. Я довел до страшного конца то, что я, когда у меня было несколько вспоминать о семинарах на месте, мы ходили и вот это был один из главных этих звезд вот эти вот сувениры мои. Невиданное урожае, невиданной вкусноты. Резал, 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 резал. Это только да, из нищеты, да, все черенки достались вам. Ничего плохого нет, что я их загубил. Ну, то есть, они больные теперь. И они впервые пропустили урожае, не считая, редкие эти. Но у меня нет денег, у меня нет земли на то, чтобы иметь контрольное дерево, которым я не подхожу к секатору. Чтобы однажды не остаться без какого-то. Я же несколько сортов напрочь потерял, я вам рассказывал. Ладно, это у меня наболело, я выразился. Так вот, у кого есть возможность поделиться корочкой сувенирова Востока? Делитесь, все-таки несколько человек вырастило из моих учеников. Привет, Валерий, мой сосед практикует воздушные отводки, я его просил не раз, и он мне подарил воздушные отводки свои груши с изумительным вкусом саженец этот угроз. Но мне сказали, саженец такой недолговечный. Почему? Я читал у вас в этой книге, что якобы прививка мостиком другого саженца может продлить саженцу. У меня вопрос, продлить ли такой способ моему дереву, учитывая, что он на укорененной ветке. Я собираю дерево соседичком семенным. Я могу, конечно, перепривить, но дерево мне дорого, его сажала покойная мамочка, как память не хочу его. Вот все равно я бы запросто это сделал. Я никогда ни разу в жизни не делал эти самые мостиком. Наверное, это возможно, наверное, это реально. Другое дело, что это еще надо уметь. Вот я все равно считаю, быстренько, пока ваше деревце, не надо на него молиться, пока живо-здорово, быстренько выписывайте у меня семена уссурийских груш, 10, 20, 30, тут чем больше, тем лучше. Вот, все их вырастите, сколько зайдет, перепривете, вот, вернее, привете на них вот эти же самые черенки с укорененной ветки и успевайте, 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 а то оно вам дорого, другого не надо, останетесь без ничего. Мостик, мостиком, но лучше сделать все по-у, пусть это дольше. О, вы сказали, пишите, если подскажете, другой способ. Я подсказал, при воезде, давайте быстро займитесь подвоем. субтитры сделал DimaTorzok,